Мы будем сегодня в этой рубрике о том, как получить поддержку начинающему предпринимателю. На самые актуальные вопросы нам ответит замначальник управления промышленности и предпринимательства Анна Николаевна Амосова. Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Тема, я так понимаю, это прием заявок от субъектов малого предпринимательства на оказание финансовой поддержки в рамках реализации государственной программы Новосибирской области развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирск области на 2017-2022 годы в форме предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства. все так немножечко много много информации давайте разбираться да кто может рекомендовать на получение гранта и какие условия сложное название программы в этой программе могут субсидии получить только соответственно субъекты малого предпринимательства это индивидуальный предприниматель физические лица которые зарегистрированы с качества предпринимателя и юридические лица с долей участия которых физических лиц и других мало предпринимателей 50-ти более процента чтобы узнать являешься ты если вдруг не уверены можно зайти в единый реестр субъектов малого предпринимательства который ведет нас федеральную налоговую службу и по и н н своему очень быстро за пять секунд определить являюсь являюсь или являюсь или нет то есть это первый момент с которым мы определились если являешься субъектом малого предпринимательства и зарегистрировался менее одного года назад то есть вот мы говорим про поддержку для начинающих то тогда можно попробовать получить вот эту субсидию форму гранта начинающему бизнес по этой форме поддержки как я сказала начинающий то есть меньше года с момента регистрации на момент подачи заявки и еще уже да есть ограничения по видам деятельности значит никогда не на какую финансовую поддержку в том числе и на гранты не могут претендовать предприниматели которые занимаются производства не реализация федерации самая распространенная это торговля алкогольные продукты то есть если вы этим занимаетесь то государю свою поддержку да можно забыть они могут получить также кредитные организации ломбарды страховые организации некоторые еще и в виде деятельности которые уже там они перечислены да конечно это все ограничения федеральным законом установлены что установлено нашей программой отсутствие задолженности по налогам и платежам внебюджетные фонды то есть фонд социальное страхование медицинского страхования тоже это обязательное условие хоть одна копейка задолженности заявкой даже не рассматривается и пожалуй все то есть надо осуществлять деятельность на территории новосибирской области вот и больше будет в грантах начинающих других условий нет единственное что еще хочется сказать что мы работаем только с предпринимателем осуществляющим деятельность на территории области на территории города новосибирска кто работает у нас называется мемория поддержка это надо обращаться мере ну вот по условиям собственно говоря сумма какая-то определенная ли это зависит от обстоятельств сейчас расскажем значит максимальная сумма поддержки вообще у нас таком стандартном случае 500 тысяч но сумма расчетная то есть это еще хочу сказать что гранты это не авансовая поддержка то есть это компенсация уже произведенных затрат затраты которые с момента регистрации в качестве предпринимателя до момента подачи заявки то есть вы зарегистрировались начали уже как-то организовывать свой бизнес и произвели затраты связанные с началом ведения деятельности это может быть аренда помещений это может быть обучение персонала покупка оборудования вот если это франшиза то это вот уплата взносов платежей связанных с франшизой ну и некоторые другие там затраты подрядных организаций связанных со строительством например помещениях не субсидируется пополнение оборотных средств и неважно какая у тебя прибыль может уже там или нет неважно прибыль в данном случае не рассматривается прибыль считается по итогам года это начинающий никто ее следующий год а то есть нужен уже готовый бизнес подойдет конечно бизнес план качестве составе заявки подается в том числе бизнес-план который рассматривается оценивается сейчас я подойду к этому может про пакет документов сейчас давайте я расскажу про затраты вот затраты которые вы произвели с начала регистрации до момента подачи заявки вот 50 процентов этих затрат то есть пакете документов кроме заявки подается бизнес-план в котором вы описываете что вы планируете организовать какой у вас для этого что вы планируете приобрести какой персонал состояние на текущий момент и прикладываете как раз документы подтверждающие затраты из договора на покупку оборудования платежные поручения ну и так далее полный пакет документов которые подтверждают затраты эти документы проверяются на достоверность на как бы соответствие там друг другу потому что бывают всякие у нас ляпы вот и от этой суммы 50 процентов затрат но не более 500 тысяч на одного заявителя сумма может быть увеличена только в одном случае то есть максимальная вообще сумма может увеличена быть до миллиона в случае если это юридическое лицо у нас является заявителем и его учредителями являются лица относящиеся к приоритетной группе самая распространенная приоритетная группа сейчас я расскажу кто еще может быть это молодежь то есть если например два молодых человека до 30 лет учредили юридическое лицо то вот им грант может быть увеличен до миллиона рублей то есть три человека все равно миллион уже это могут быть военнослужащие уволенных запасов могут быть безработные члены многодетных семей самый распространенный приоритет на группу которая нас встречает у нас еще есть вопросы но вернемся после рекламы продолжаем разговор о том как получить поддержку начинающему предпринимателю у нас в гостях за начальника управления промышленности и предпринимательства она николаевна носила и так разобрались мы да уже какой пакет документов нужен да какая сумма собственно кто может получить грант по статистике без бизнес-идея не воплощаются потому что программа живете работает вы как-то это отслеживаете да конечно мы это отслеживаем здесь получая субсидию человек заключает договор с министерством которым он обязуется в том числе предоставить отчет поэтому в своей деятельности за год ему устанавливается обязательно показатель эффективности это у нас так называются бюджетные законодательства по всем субсидиям у нас не только по грантам показатели эффективности одинаковые это создание новых рабочих мест то есть получая грант предприниматель обязуется создать хотя бы одно новое рабочее место то есть по состоянию на момент подачи заявки сравниваются и на конец года то есть вот хотя бы одно если получает миллион то два рабочих места в зависимости от суммы вот и конечно мы все это проверяем и разные есть успехи есть кто очень удачно стартует понятно что первый год он самый сложный надо все организовать начать найти рынки сбыта и разной степени подготовленности у предпринимателей и поскольку мы работаем сельскими районами там тяжелее всего вести бизнес поэтому очень по-разному например по прошлому году у нас было 18 получателей поддержки но пятеро к сожалению это требование по созданию достаточного необходимого количества рабочих мест и в таком случае субсидия вот я хотел спросить что тогда происходит в таком случае возвращаются субсидии в бюджет если добровольно не возвращается в судебном порядке мы выискиваем все серьезно да к сожалению а я хотела вернуться немножечко вот к подаче заявки просто сразу не забыла спросить а есть какие-то условия при которых могут отказать то есть вроде изначально все хорошо но может же каждый второй захотите давайте немножко значит во первых я скажу что заявки подаются не в течение всего года они подаются восстановленные сроки то есть министерство объявляет сроки приема заявок и публикует эту информацию на своем сайте вот ближайший прием заявок как раз начинается со следующего понедельника 13 августа и продлится две недели до 24 августа включительно у нас три способа подачи заявки заявку можно принести лично в министерство в объявлении всегда указан номер кабинета даты время когда это все можно сделать можно подать заявку для продвинутых пользователей через единый портал госуслуг то есть там надо иметь личный кабинет и через личный кабинет можно падать заявки то есть пойти как раз сроки открывается такая возможность и можно подать заявку через mfc для бизнеса у нас в области всего три но тем не менее такая возможность есть и ей пользуется редко и мы не пользуются значит в составе на заявке у нас кроме заявки подаётся бизнес план или подаются документы подтверждающие обучение предпринимателя будущего как раз основам ведения бизнеса. От этого освобождаются только лица, которые имеют высшее юридическое или экономическое образование. Остальные должны пройти краткосрочное обучение. Это важно любому предпринимателю, это никакое не излишнее требование. Основы налогового законодательства, административного, это важно знать и чтобы потом просто себя же обезопасить. Мы не требуем в составе пакета документов никаких сведений, которые предоставляются другими органами власти. Например, сведения о задолженности по налогам, о которых я говорила, они запрашиваются нами в порядке международного законодательства. То есть только документы, которые составляет сам предприниматель. Почему может быть отказано? У нас в этом году уже прошел один конкурс. У нас было семь отказов. Четыре из них это как раз по причине наличия задолженности по налогам. То есть это самая распространенная причина отказа. Еще были отказы из-за недостоверных документов. То есть очень хочется обратить внимание, чтобы относились серьезнее к составлению документов. То есть бывает такое, что даты, например, на договоре и в платежке между собой не совпадают. То есть мы расцениваем это как недостоверные документы. Конечно, это может быть элементарная ошибка, но это может быть и признаки машин общества. К сожалению, такие случаи тоже бывают, когда поддельные документы, когда по факту потом проверяется и реальных взаимоотношений, там поставок оборудования, например, за этим нет. Вот. Ну и кроме того, может, это вот отказы, которые еще до рассмотрения комиссии, вот то есть еще раз о процедуре, подается заявка. Заявка оценивается по формальным признакам, то есть на достоверность документов, наличие задолженности и так далее, производится расчет, соответствие их до деятельности тем, которые поддерживают и так далее. Все-все-все проверяется. Потом человек приглашается на комиссию по развитию малонстрирования, где его бизнес-план уже оценивается по некоторым критериям. В том числе степень подготовленности, наличие персонала, наличие достаточного оборудования, исследование рынка сбыта, то есть люди, которые имеют отношение к бизнесу, там у нас в состав комиссии входят представители общественных организаций предпринимателей и представители органов власти. Вот они задают вопрос и понимают, насколько человек вообще готов и насколько он реально изучил ситуацию и готов вести этот бизнес. То есть есть ли у него помещение, набран ли у него персонал, насколько он знает, куда он будет сбывать свою продукцию. Вот. Они оценивают его. И то есть иногда бывают отказы по причине низкой оценки бизнес-плана. Когда, например, человек... Перспективка не очень, да, когда оценивается. А какие направления довольно интересные? Самые популярные направления? Ну, поскольку у нас вся программа направлена на поддержку именно промышленности, всего этого. То есть у нас есть некоторые такие... У нас, например, по грантам всего 30% мы выделяем на поддержку торговли и услуг. Хотя по количеству заявок, как правило, эта группа довольно большая. То есть торговля все-таки быстрый бизнес, который дает быструю окупаемость, и интерес в ней велик. Но вот по последнему конкурсу у нас получили поддержку... Так, у нас, как я сказала, было 16 заявок. Вот 7 из них отказали еще до комиссии. 8 получили поддержку. Из них 6 относятся к производству. То есть это... Ой, любые виды производства. Один у нас предприниматель в сфере сельского хозяйства, и один общественный питание, организация общественного питания. Ну вот, более-менее разобрались, да? Да. Да. Анна Николаевна, несмотря на то, что у нас тема такая серьезная была, мы все-таки вас тоже просим, как и всех наших гостей, рассказать какой-то забавный случай из жизни, то, что произошло на самом деле с вами. Ну, я сейчас вспомнила один случай, наверное, который на мою жизнь очень сильно повлиял, да, на мою сферу деятельности сейчас. Я вообще выросла в Магаданской области, на Колыме, и приехала сюда поступать. Училась я в Новосибирском государственном университете, поступала в Новосибирском государственном университете. Но я очень долго, в детстве я очень любила математику и участвовала в всяких олимпиадах, ну и вообще мне все прочили вот именно в эту сферу идти. Я вот сидела, как сейчас помню, в приемной комиссии на лавочке и очень долго не могла определиться между факультетом. То есть мне вот все учителя, и я сама по склонности, мне все советовали матфак, но мой папа, который зрил, это был 89-й год далекий, говорил, что будущее за экономикой. Вот иди на экономические. Я вот сидела, долго думала, думала, сомневалась, решила кинуть монетку. Загадала, значит, орел пойду туда, значит, решка туда. Вот я кинула монетку, мне выпал матфак, но пошла я на экономику. Вот так вот. Послушай, женщина, сделай по-своему. Посмотри на монетку и сделай наоборот. Здорово. Вы не пожалели? Нет. Но это главное. Самый начальник управления промышленности и предпринимательства Анна Николаевна Амосова была у нас в гостях. Спасибо большое еще раз. Спасибо вам. До свидания.